Я сделал это видео на максимально простом языке, чтобы вы могли не разбираться в терминологии, но понять те несколько причин, почему стоит обновиться на новый стандарт Wi-Fi и совсем забыть о том старом, который стоит у всех в квартире. И есть всего одна причина, почему не стоит обновляться на новый стандарт. Скорость интернета возрастет в 2, 3, 4, а то и больше раз. Объясню немножко техническим языком сначала, а потом попроще. Старый стандарт 2,4 ГГц, его максимальная скорость работы это 200 Мбит в секунду. Новый стандарт, самая маленькая скорость работы, 400 Мбит в секунду. Разница в два раза между максимальной и минимальной скоростью. Объясню теперь простым языком. На старом стандарте вы могли смотреть фильмы и сериалы онлайн в качестве примерно 720p. На новом стандарте, даже самым слабеньком, вы сможете смотреть фильмы в Full HD, а то и в 4К прямо онлайн, без тормозов, без лагов и всяких подгрузок. То же самое происходит со скоростью загрузки каких-либо файлов из онлайна, то же фильмы, игры, программы будут качаться значительно быстрее. На эту ситуацию можно посмотреть с совершенно другой стороны, и это реально не баг, а фича, как некоторые говорят. За счет большой скорости работы у вас уменьшается пинг. Пинг – это время отклика сервера на ваше действие внутри игры, если вы играете в Counter-Strike, Танки, War Thunder, любая онлайн-игра. Сервер быстрее будет узнавать о том, что вы сделали, и будет узнавать об этом раньше, чем что-то сделал ваш противник, и вы будете таким образом иметь превосходство над всеми, против кого вы играете. Во время существования старого стандарта, когда он развивался, еще не думали о том, что в семьях будет такое большое количество Wi-Fi-устройств. Сейчас, например, даже если ты живешь один, у тебя как минимум два Wi-Fi-устройства, подключенные к интернету. Это смартфон, ноутбук, у меня, например, еще на руке часы с Wi-Fi, электронная книжка и стационар у меня тоже подключен к Wi-Fi. И все это нужно как-то обслуживать, оно одновременно тянет на себе интернет. И только на новом стандарте, на 5 ГГц, возможно обслуживание сразу нескольких устройств одновременно интернетом. Эта технология называется совершенно отдельным названием. Это MU-MIMO. Одновременная передача на разные устройства. Одна антенна передает интернет на смартфон, одна антенна передает интернет на ноутбук, и одна антенна передает интернет на, допустим, мои часы. Именно так оно и работает. Поэтому, чтобы у вас такое было, обязательно смотрите в характеристиках надпись MU-MIMO. А если там будет MU-MIMO 2x2, MU-MIMO 4x4, 8x8, то это будет еще лучше. Это говорит о том, что 8, 4 или 2 устройства одновременно для передачи данных поддерживаются. Самое главное, что дает скорость на новом стандарте, это просто то, что у него совсем другая частота работы. 5 ГГц, у старого это 2,4 ГГц. Здесь очень мало каналов. На каждом отдельном канале работают роутеры ваш, роутеры соседей. И в конечном итоге, если взять смартфон, посмотреть в меню Wi-Fi, сколько у вас сетей доступно, то вы увидите не меньше 10. И каждый из Wi-Fi роутеров ваших соседей пытается перекричать другой, перебить его, потому что они все друг для друга создают шум, и он пытается донести нужную информацию к вам. Здесь таких вот каналов намного больше. За счет этого намного проще вашему смартфону, ноутбуку получить сигнал. Сейчас новый стандарт 5 ГГц стал очень недорогим. Хотя всегда был очень дорогим, поэтому его люди не покупали. И именно по этой же причине мало Wi-Fi на этой частоте. И купив роутер на такой частоте, ему намного проще пробиться, ему намного проще дать огромную скорость работы. И я уверяю вас, вы реально почувствуете большущую разницу. Особенно почувствуете разницу, если вместо 100 Мбитного проводного интернета, который у вас был, вы подключите себе гигабитный интернет. То есть 100 Мбит и 1000 Мбит. Разница скорости в два раза. Wi-Fi роутер, если вам позволит эти 100 Мбит дать по Wi-Fi, то это будет вообще просто такая пушка. Вы реально это оцените и никак не постесняетесь потраченных денег. Все выглядит так, будто бы здесь нет никаких недостатков. Одни только преимущества. Но на самом деле, матушка природа очень хитрая штука. И создавая физику, тоже поступала максимально хитро. Столько преимуществ, недостаток только один. 5 ГГц означает то, что длина волны излучаемой будет намного меньше, чем при частоте 2,4 ГГц. А это в свою очередь приводит к тому, что огибающая способность сигнала сильно меньше. То есть, стены, какие-то преграды, этот сигнал огибает значительно хуже. Ну а бетонные стены уж тем более пробивают с огромным трудом. Именно поэтому в таких роутерах обычно делают больше антенн, с большей мощностью и с большей мощностью излучения. То есть, таким образом, пытаются компенсировать этот главный недостаток. И я не советую покупать новые роутеры на новом стандарте, если у них там всего лишь 2 антенны. Ну и не забывайте, что кабель интернета, который заходит к вам в квартиру, если он, например, 100 Мбит, то роутер вам нужно брать с запасом по скорости, чтобы он не работал на пределе своих способностей. То есть, 400, либо 600 Мбит в секунду, примерно так. А если у вас в квартиру заходит, допустим, 1000 Мбит, ну или гигабит, как его еще называют, то роутер берите тоже побольше. 2000 Мбит в секунду по Wi-Fi вам, в принципе, должно быть достаточно. Мораль здесь очень короткая. Нужно брать роутер с запасом по производительности. Даже самые крутые роутеры, они, если будут работать на своем пределе, начнут рано или поздно тормозить. И вы начнете жаловаться на то, что производитель какой-то не такой, и что-то сделал не так. Нет, вы просто загрузили его сильнее, чем производитель вообще на это рассчитывал. Недавно мы завели наш инстаграм. Постим stories, постим всякие видосики, классные моменты, которые не выходили на основной канал. Как только будет 2000 подписчиков, мы с Максом сделаем там лайв, с вами пообщаемся в прямом эфире. Ну а если это видео было вам полезным, то подпишитесь на наш канал, нажмите лайк, мне будет очень приятно увидеть ваш позитивный фидбэк. Ну а если есть какая-то конструктивная критика, все это пишем в комментариях. Я все читаю и проставлю вам лайки. Меня зовут Руди, увидимся с вами в следующих наших видосах. Пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok